Когда-то давно, еще в сентябре 2013 года, я снял выпуск «Заучного мнения», посвященный в частности Дмитрию Киселеву, и получил множество неоднозначных отзывов. Одни спрашивали, зачем ты снял это? Тема неинтересна, мы не знаем, кто такой Киселев, да и вообще таких людей полно в интернете. Зачем столько внимания уделять одному из них? Другие решили, что моя передача теперь будет иметь такой формат, и вообще отписались. Кто-то писал, что много необъективности, некоторые вещи притянуты за уши, и вообще спрашивали, сколько мне за это заплатили. Фанны Димы Киселева пытались заменосовать ролик и засрать комменты, признаюсь, мне это повеселило. Хотя не все читал, ничего не удалял и никому не отвечал принципиально. Неужели кто-то решил, что я снял это видео, будучи уверенным в его гениальности, и ожидал кучу похвалы и положительных отзывов? Хотя, если честно, я вообще удивлен, что выпуск многим понравился. До сих пор меня иногда спрашивают по поводу этого выпуска, и я сделал вывод, что мало кто понял суть этого видео, зачем и почему оно было снято. И сегодня я хотел бы сделать кое-какие пояснения по поводу старого видео, а заодно скользко побежаться по его новым роликам. Сделать максимально объективный и непредвзятый вывод. Так что никаких шуточек, все будет серьезно. Чтобы перейти к просмотру выпуска, нажмите на ссылочку, где-то здесь я ее повешу. Или в описании к видео, первая ссылка. Ну, нажимай на ссылку, здесь видео не будет. Интернет-отбросы выходят на другом канале. Ну, чего ж ты ждешь-то? Я жду там. Переходи по ссылке и смотри выпуск. Что, не нажимается? А, если не нажимается, наверное, я его еще не доделал. Видимо, я был очень сильно занят. Скорее всего. Ну что, так и будем друг на друга смотреть? Видео по ссылочке. Здесь не будет. Ну-ка, хочешь. Субтитры сделал DimaTorzok